Снова здорова, дамы и господа, на связи Роман-канал Фрисцентгеймс. У нас Великая Арена, это у нас 1-2 получается. Первый этап, второй раунд. И сразу пару объявлений. Опять же, наша основная гильдия Айлдеран ищет 2-3 игроков. Активных очень, то есть это 600 тенки. По складу, чтобы был нужный склад с упором на темное джео, естественно. По ГМ 3 миллиона, но можно чуть меньше, если будут отличные персонажи, имеется в виду отличный склад. Они раздутое что-то там, поэтому если говорят нет, то пожалуйста без обид, значит нет. От нас что? От нас адекватный коллектив в количестве 47-48 взрослых человек. Множество офицеров, опытные, всегда подскажут, всегда помогут. Естественно, ГТСы, танки, ямы, все это, все-все-все. У нас, в общем-то, все есть, так что залетай, а еще надо иметь телегу обязательно по-любому. И еще одно. Сегодня я красил стены, краска оказалась весьма говеная. Ну а что еще было ожидать за 100 рублей, за 5 литров? Короче, нанюхался мне, в общем, могу всякую чушь пороть, могу прям вообще с ума сходить. Поэтому, если что, не обращай внимания, поехали. Здесь что? Здесь что? Три раза он не смог ПП забрать, точнее два раза не смог, на третий раз смог. Здесь красавчик, здесь молодец. Здесь тоже что-то у него. И сюда, вот ПП не смог забрать, а Гривуса забрал, ты посмотри какой. Ладно, хорошо, поехали. Что у тебя имеется? Фениксы, клоны, понятно. Эваки, шмеваки и... Это что? Это мерзавцы? Нет, да, нет, подожди, охотники. Так, ты охотник за головами мерзавец, ты у нас мерзавец охотник за головами, ты у нас охотник за головами мерзавец, ты у нас контрабандист, но все равно в мерзавец идет. И здесь, короче, видимо то, что было, то и полюбило. Сзади, позади, во втором ряду, я не знаю, что у него стоит. Соответственно, давай мы с тобой сюда спустим какой-нибудь шлак. На Мишек мы спустим, наверное, с тобой Палыча. Палыча, 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 Палыча. Так, Палыч, ты пойдешь, но ты пойдешь без няхи, без Сиона, ты пойдешь с Трауном, а ты пойдешь с Шизоидом, пусть прикроет вашу всю движуху, и вот тебе еще Дарт Мола в придачу. Так, а запись идет? Запись идет. Отлично. Люблю, когда запись идет. Так, ты получаешь по щам разок в дверной глазок. Я, наверное, не так немножко последовательно сделал, да? Ну, ладно. Пердык-мандык. Старейшина ушел. Не, ну это определенно победа. Конечно же. Я вряд ли сомневаюсь, что мы где-то с тобой допустим столько ошибок, сколько допустил он. Но, но, отрицать этого нельзя, потому что ты прекрасно знаешь, кто у руля. Папа умеет ошибаться. Хорошо, при том, так крепенько ошибаться. На первых рядах у него стоит шлак полнейший, поэтому мы и древо нас экономим, и срево нас экономим, и я не знаю, кого мы только не сэкономим, мы сэкономим вообще всех. Сюда, 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 сюда. Сюда, сюда, сюда. Вообще, по большому счету, по большому счету, сюда можно спустить клонов. Как думаешь? Ошибка или не ошибка? Давай попробуем. Клоны очень хороший отряд. Главное уметь за них играть. То, чего я делать, собственно говоря, не умею. Ага, хорошо. Кто мне не нравится? Джанго Фетт мне не нравится. А, подожди, Джанго Фетт-то почему? Это я с Бобой перепутал. Это же Боба блокирует. А Джанго не блокирует. Не страшно. Не страшно. А, а я думал, снимет. Ой-ой-ой, Анфиска улетела. Анфиска, сосиска, прощай. Слушай, клоны прям вообще хорошо зашли. Прямо отлично. Я думал, это первая моя ошибка, но нет. Так, Падмы, Гривус. Гривус и Падмы. Падмы и Гривус. На Гривуса я пускаю с Ревана. А почему бы и не пускать? У нас основная задача, это просто не допустить ни одной ошибки. Я это уже в который раз говорю. Ну, ладно. Так, давай мы избавимся. Нет, от тебя. Разок. Раскидывать пока не буду, потому что нам раскидывать-то и нечего, собственно говоря. А вот теперь... Отлично. Хорошо. Вот тебе, пожалуйста, раскидали. Вот тебе, пожалуйста, Гривуса забрали. Вот тебе, пожалуйста, нуту наваляли. Супер. О-о-о. Отлично. Отлично, 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 отлично. Так, ииии... Падмы. Падмы, 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 Падмы. Наша хорошая, веселая Падме. Здесь бы тоже не накосячить, не накосячить. Ммм... Я не хочу брать Малака. Потому что это не настолько сильная Падма, что для того, чтобы еще и Малака с собой тащить. Тем более, что Эйнича уже нету. Хе-хе-хе. Я же тебе говорю, не такая сильная и Падма для того, чтобы тащить с собой Малака. Можно было вообще никого с собой не тащить. Да, что-то я не понимаю, почему такая слабая защита. Что не так? Ну сюда Малак у нас пойдет. Одну каску. У него склад говен. Я, кстати, склад у него совсем не посмотрел. Видимо, да. Видимо, ни о чем склад у него. А иначе, ну, хоть какая-то защита была бы. Потому что он прям реально какой-то мусор слил. Это он настолько херового мнения обо мне, или у него некого реально ставить? Идешь сюда. Отлично. Вообще-то так-то героя надо было бы забрать первой. Ну просто Кэнон меня бесит. Все время провоцирует. А, сейчас еще и Чоппер будет провоцировать. Блин, а вот и Чоппер приехал. Здравствуйте, добрый вечер. Распишитесь, я ваша провокация. Так, Эзра. Хорош махать своим мечом. Тут ты посмотри какой. Ну и давай с Чоппером разделываться. Зеба бессмысленно лупить, потому что Чоппер нам всю малину испортит провокацией. А вот теперь можно и за Зеба взяться. До свидули. О-о-о, хорошо. Кто у меня остались? Клоны? Клоны, 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 клоны. Можно было бы пойти триумвиратом, но зачем? Отмена. Когда у меня есть жуки. Хотя вот жуки, клоны? Слушай, не знаю. Это кто? Файвз. Это минус Файвз. Это минус Рекс. Это минус Эхо. Это минус Коди. Это минус Сержант. Да. Что-то как-то мы быстро с тобой управились. Смотри, еще на флот залетим. И прямо вообще по красоте. Берем тебя. Санфака. Раз, два. Экономить не будем. Не имеет смысла. Что это за соперник беспонтовый, а? Сейчас, подожди. Я паную пока что, что соперник говно. Потом буду ныть, что соперник сильно-сильный попался. Ага. Ишь ты какой. Не добили? Да ладно, пацаны, вы что? Давай еще массовочкой хорошенько бахнем. Но сначала вот этого заберем. А, ну понятно. Не, ну это победа. Это 1758 против 1716. Просто, просто безошибочно зашли и победили. Что по складу? Флот понятно. Так у него в принципе Среван, Триумвират, Охотники, Империя, Клюк, Рея Бучи. А, ну да, слушай, у него по складу-то. Хотя мог был бы и поинтереснее что-нибудь в защиту поставить. Но нет, так нет. Но нет и суда нет. Что у нас? У нас одна победа. У нас две сейчас победы будут. И скорее всего мы встретимся с товарищем Эриком. Да, точно мы встретимся с товарищем Эриком. У него в принципе есть что-то. Но опять же по флоту у него дерьмовенько все. Ренгунду. Подожди, а Ренгунду по-моему... Нет. А кто у нас был первый соперник-то? Ланс. Я не помню, короче, кто у нас был первый соперник. В любом случае мы ему зад надрали весьма и весьма неплохо. Проявление могущества. Кстати, если что, третью категорию я пройти до сих пор не могу. Она мне не поддается вот вообще ни разу никак. Я уже и так пробовал, и сяк пробовал, и раком, и боком, и ничего. Здесь немножечко опять же инсайда. Все-таки иду на легенду. На мародере фармлю различные херовины для материала, для реликвии. Но реликвии я ему вставлять не буду. Обойдется. Потому что у меня палыч скоро подлетит. По реликвиям креника. Ой. Не, ну это надо брать. Это потому что креник, ничего не говори. Делаю сколько докупов? Два сброса я делаю на креника. За 25 и за 50 кристаллов. Для того, чтобы побыстрее его нафармить. Сюда так 35. Здесь что? Здесь 13 штук надо взять. Где бы их взять? Где бы их взять? Где бы раздобыть? Давай вот так. Что-то у меня перелив по энке пошел. Это что? Ааа, энка прилетела. Это бонусная энка прилетела. Я и думаю не может быть у меня перелива. Утром обычно у меня перелив. Да и то далеко не всегда. Но кстати еще энка флота освободилась. Что бы мне за энку флота? О, тебя потяну. За кристаллы шмот я пока не согласен покупать. То есть многие спрашивали зачем, зачем кристаллы. Я на самом деле сам не знал для чего их коплю. Но теперь есть определенная цель. Это легенда палпатин. Кристаллы у меня идут на докуп энергии. Прямо жестко. Затем на сброс попыток естественно. Дальше куда пойдут. Если срочно уж понадобится. То естественно они пойдут и на осколки. Они пойдут и на деталье. То они пойдут вообще везде. Но только когда понадобятся. То есть опять же налево направо раскидываться я ими не собираюсь. 210. А тут ничего не могу купить. Давай здесь что-нибудь купим. Здесь у меня 20 тысяч. Ой хорошо. На ведерко пойдешь. Блин надо посмотреть кому что надо. Тоже на ведерко пойдешь. Все. Больше никуда не пойдешь. Не могу ничего сделать. Не могу ничего сделать. Но Палпатину завтра скорее всего будет взят 13 тир. И пойдет он у нас с тобой по реликвиям. Королевский страж. Директор креник. Адмирал Пиет. Я его Петя называю. В общем. Они пока по тирам никак не пойдут. То есть сначала я выведу Палыча в 13 тир. Потом выведу Вейдера в 13 тир. Потом у нас пойдет Королевский стражник в 13 тир. А вот директор креник и адмирал Петя пока не пойдут никуда. Потому что их не вывести просто-напросто без 7 звезд в 12 тир. Соответственно не вывести и в 13 тир и не вывести в реликвия. Поэтому буду фармить осколочки и смотреть и ждать какие будут еще у нас требования на легенду Палпатина. Для того чтобы понимать каких персонажей мне еще фармить. Потому что эти-то у меня есть. Конечно догадки тоже кое-какие имеются. В частности это естественно-естественно-естественно. Траун. Есть мнение что должен быть. А так пока не знаю. Выиграть и битву на Великой Арене используя Квай Гонджина, Генерала Кеноби, Рыцаря Джедая Энакина Скайуокера и Асоку Тану. Тану. Блин надо было против Фениксов. Ну ладно попробуем еще. Победить 12 вражеских боевых единиц на Великой Арене используя членов Высшего Совета Джедаев. Это мы и сделаем. Полностью зачистить это понятно. Выиграть и 8 битв на Великой Арене используя неполный отряд. Это тоже мы могем. Это тоже мы умеем. Почему бы и нет. Ничего не упало? Так. Что по времени? По времени мы как-то быстро, слушай, пролетели. Прямо аж это... А, я хотел посмотреть, у нас не начался ли Джео. Почему-то на событии гильдии его... Нет, 16 минут у нас еще до начала. Опять же соединять Джео, объединять Джео и Великую Арену, честно говоря, неохота. Не из-за того, что... А почему неохота? А потому что неохота. Потому что это все-таки разные категории. Я их буду делать отдельно. Вот. А растянуть видео мы и так с тобой можем, если это нам вдруг понадобится. Ладно, по модулю у меня пока тут каша полнейшая. Этим буду я заниматься за кадром. Быстро пролетела Великая Арена. Прямо вот так вот чпоньки, все, и мы с тобой победители. Ну, вот так получилось, уж извини. Если интересно, то обязательно подписывайся. Мы жду тебя в комментариях. Ставь лайк, если понравилось. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман. И да пребудет с нами сила. Субтитры сделал DimaTorzok